МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Крокодилы в небе". Учения вертолетчиков прошли на полигоне Ружаны в Беларуси. Пилоты Ми-24 работали по мишеням, неуправляемыми ракетами и стрелково-пушечным вооружением. В ходе многочисленных войн эта машина снискала славу надежного бойца. Благодаря характерному звуку винта и суровому внешнему виду вертолет способен оказывать давление на психику не хуже пикирующего бомбардировщика. Каково это управлять вертолетами, расскажут мои коллеги. Летно-тактическое учение для экипажей 181-й вертолетной базы проходит с боевым применением на полигоне Ружаны. Все экипажи работают по земле, неуправляемыми ракетами и стрелково-пушечным вооружением. Прежде чем машины поднимутся в небо, их тщательно проверяют на земле и заправляют боекомплектом. На площадку приходят 24-ки. Ми-24 первый в советской авиации винтокрылый штурмовик с чисто боевым характером. На его базе созданы десятки модификаций. От вертолетов, корректировки огня артиллерии до противолодочных вариантов и специальных машин радиохимической разведки. Но в отличие от индексов, неизменным остается его прозвище. В войсках Ми-24 называют просто «Крокодил». Основное применение они получили в сухопутных войсках. Здесь летные и огневые характеристики вертолета оценили по достоинству. Работа над сложным рельефом на предельно малых высотах, великолепная маневренность и уникальная живучесть. С такими показателями он стал просто незаменимым помощником практически в любой операции. От полномасштабного военного конфликта до хирургических вмешательств во время контртеррористических операций. При этом о надежности «24-ки» слагают легенды. Это самый надежный вертолет. Вращают грязь, пыль, потому что аэродромы всякие бывают, посадки всякие, на любую площадку. То есть не боится ничего. Были случаи, лететь на вертолете можно. Ну, тряска приличная, но довольно большое расстояние пролетали и обходилось все благополучно. На площадке перед КДП машины уже запустили двигатели. Значит, скоро начнется работа. Пуски, стрельбы, бомбометания. Все, что военные называют боевым применением. На Ми-24 шесть точек подвески. На них могут крепиться управляемые и неуправляемые ракеты, бомбовое и стрелково-пущенное вооружение. Кстати, дополнительно на него можно установить пушку калибром 23 мм или автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя». После взлета в составе пары экипажи выстраиваются в так называемый пеллинг. Такой боевой порядок позволяет пилотам даже без радиообмена работать в тандеме и практически одновременно совершать маневры. Расстояние до полигона немногим более 40 км. Пилоты 24-х добираются туда всего за 14 минут. Время полета от сходного ориентира до самой мишени составляет порядка двух минут. Но на боевом курсе мы находимся не более 20 секунд. В момент того, как я обнаружил уже саму цель, у меня на саму работу не более 8 секунд остается. По замыслу учения авиация наносит удар по позициям условного неприятеля. Который, как известно, никогда не действует по одному и тому же плану. Шаблонно работать это очень глупо для военного человека. Сегодня выполняли доразведку и обозначение цели. Нанесли авиационные удары по вывеленным объектам. И далее контролировали результат работы. То есть выходила группа вертолетов и контролировала, какая степень поражения противника. КНИ-24 работают неуправляемыми ракетами по замаскированным бронеобъектам неприятеля с удаления 1600 метров. Пулеметом и испаренной пушкой ГШ-230 с удаления 1000. Метеоусловия позволяли работать без ограничений, как авиационными средствами поражения, так и визуально вести разведку. Результатами я доволен, как руководитель данного тактического эпизода. Общую оценку за учения будет уже выставлена командующим военно-вздушными силами ВСК, на основе полного анализа материала в объективном контроле, а также анализа действий оперативных групп по принятию и выработке решения на боевые действия. После удара парами экипажи уводят машины на второй заход. На боевом курсе выполняют распуск и одиночную стрельбу со сложных видов маневров. Когда с КП приходит подтверждение, что цели поражены, боевые машины уходят на обратный курс. Иван Михайлов, Владимир Добрьян, Андрей Сущеня, программа «Союзники» при поддержке телекомпании ВНТВ, Беларусь. Продолжение следует...